Ну и вот интересная очень информация о том, что Путин по неофициальным каналам предлагает Соединенным Штатам обсудить меры безопасности для Киева. Об этом сообщает издание The Economist. И что Путин дает понять США, что готов обсудить завершение войны, готов обсудить вопросы безопасности Киева и при этом даже закрыть глаза на отсутствие нейтрального статуса и вступление Украины в НАТО. Вот такое. Лишь бы закончить войну. Весь фронт рухнет. Он просто разбежится. Еще неизвестно с какими последствиями для самой России. Поэтому, видите, сигналы идут. Но Кремль хочет застолбить за собой захваченные территории. 18% территории Украины, которые они сегодня контролируют, оккупированные Кремлем. Это как бы вопрос, который не обсуждается. Так дает понять в своей статье журнал The Economist на основании своих данных, что вот такой сигнал, типа мы готовы, хотите забирать Украину в НАТО, в ЕС, но все, что мы завоевали, все наше. Вот по такому принципу. И тут же, буквально не прошло и суток, как из Кремля раздается знакомый голос, да более знакомый голос Песков. Выходит на арену силачи и Песков говорит нам о том, что в Кремле не согласны с сообщением Блумберг, только непонятно почему Блумберг, может Блумберг перепечатывал статью The Economist о вот этих сигналах. О якобы готовности Эрефии отказаться от требований к Украине о ее невступлении в НАТО и нейтральном статусе. То есть Песков не опровергает тот факт, что Кремль просит у Вашингтона прекращение войны, понимая, что они долго не вытянут войну в долгую, а тем более с западом, коллективным западом, потому что они нас поддерживают. Но вопрос нейтрального статуса они не готовы обсуждать. То есть они фактически, Песков говорит о том, что они сообщают, подают сигналы о начале переговорного процесса, но на условиях Москвы. Естественно, такой вариант нам неприемлем на сегодняшний день. У нас одно единственное условие, это полный вывод расширских войск с территории Украины в границе 1991 года. А там хоть трава не расти, мы можем даже не садиться за стол переговором. Мы вполне можем даже приступить к израильскому варианту, когда линия границы станет линией фронта. И...